МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Долгосрочное сотрудничество. Глава Чувашии провел в Москве рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в России. Мусорная реформа год спустя. Депутаты Госсовета Чувашии проверили, как обстоят дела с вывозом отходов в районах республики. Сохранить память. В Чувашии сняли фрагменты фильма о знаменитом архитекторе Петре Егорове. Куба рядом. В Москве продолжаются переговоры деловых кругов России и Острова Свобода в заседании межправительственной комиссии по развитию двустороннего сотрудничества стран. Принял участие глава Чувашии. Продолжит Дмитрий Ковалев. Дни Острова Свободы в Москве продолжаются. Дружеские связи страны начали развивать еще в советские годы, но только сейчас открылась первая национальная выставка Кубы в России. Расширять деловые контакты сюда прибыла и делегация республики. Попробовать Кубу на вкус. Остров Свободы славится и кофейными плантациями. Производители бодрящего напитка среди участников выставки. А это неповторимые запахи Кубы, духи. Парфюмеры тоже рассчитывают занять свои ниши на российском рынке. У нашей компании множество продуктов. Парфюмерия, косметика, крема для лица. Духи Острова Свободы – это букеты запахов фруктов, кубинского жасмина и дерева. Это необыкновенно. Нектары, стамаринда и гуаява для россиян тоже экзотика. Производители традиционных кубинских напитков пока только стремятся наладить деловые контакты и прямые поставки. Большим спросом в России пользуются специализированные медицинские препараты. Это помогает, когда у тебя есть диабет. И не случайно именно Нормандо Эскобар стал участником первой национальной выставки Кубы. В 70-е годы он закончил МГУ. И вот теперь, спустя 30 лет, снова приехал в Москву установить взаимовыгодные контакты. Я чувствую, как это моя старая родина. Россия и Куба, друзья такие, как были. Ничего не изменило. Первую национальную выставку Кубы посетил и глава Чувашия. Между Чувашской республикой, Российской Федерацией и Республикой Куба на протяжении многих лет существуют тесные партнерские отношения. Мы активно взаимодействуем как в реальном секторе экономики, так и по многим другим направлениям в гуманитарной сфере. Страны развивают и совместные проекты. Так Россия готова помочь Кубе обновить энергосистему. Масштабные работы планируют начать в ближайшие годы. Выставка Латиноамериканской республики проходит накануне юбилейной даты. Первая национальная выставка посвящена 60-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Россия наш ключевой торговый партнер в Европе. Нам надо вместе работать над тем, чтобы увеличить кубинский экспорт товаров и услуг на российский рынок. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что и у предприятий Чувашии большой экспортный потенциал. Кубинский рынок для бизнеса республики открыт. Предприятия реально в секторе экономики Чувашии могут поставить около 110 тысяч наименования изделий для разных отраслей промышленности и экономики Куба. Это оборудование запасные части для текстильной промышленности. Солнечные батареи для модернизации энергетического комплекса за счет альтернативных источников энергии. Промышленные тракторы и булдозеры способны работать в любых климатических условиях. Сверять часы по ключевым сферам сотрудничества намерены чаще. В ноябре запланирован ответный визит российской делегации на Кубу. Там пройдет международная гаванская ярмарка. В состав официальной делегации вошли и предприятия Чувашии. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. Сегодня же глава Чувашии встретился с кубинским послом. Протокол предусматривает встречу почетным гостей в резиденции посла у кубинского флага. Херардо Пенельвер Порталь отметил, что власти региона за последние годы сделали многое для развития двухсторонних отношений. Куба играет большую роль связи, которые мы создаем с регионов Республики Российской Федерации, в том числе Шуаси. Я очень рад супругу. Мы приняли участие в Чебоксаре на праздник, а 550 лет Чебоксары. И нам принимали так, как мы чувствовали там, как дома. У республик сразу три значимые даты. 550 лет Чебоксарам, 500 Гавани и 55 сотня создания российского общества дружбы с Кубой. Михаил Игнатьев отметил, что взаимовыгодные контакты необходимо укреплять. Это уже взаимовыгодное сотрудничество на взаимовыгодной основе между нашими бизнесменами. Но в гуманитарной сфере, с учетом участия органов власти, мы многое сделаем. Я вчера еще раз убедился, что на Кубе очень сильно развита первичная медицина. Есть инвестиции, есть большие проекты с участием Российской Федерации в области шелезно-дорожной инфраструктуры, энергетики, транспорт и так далее, где шуварские предприятия имеют возможность там принимать участие. Например, есть компания «Четрок», с кем мы уже давно работаем, и другие компании, которые имеют хорошие возможности на Кубе. Посол Кубы отметил, что намерен снова приехать в республику с рабочим визитом. Я читал, что в следующий год будет 100 лет Шеверской Республики. В июне. В июне. Если я нам пригласил... Обязательно. Хотели с вами это событие... Продолжение празднования трех дат, все это идет. А это уже четвертая дата появляется, 100 летие. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. В октябре исполнится год, как Чуваша перешла на новую систему обращения с коммунальными отходами. Как обстоят дела с контейнерными площадками и вывозом мусора в целом в районах. Спустя это время проверили депутаты Государственного совета Чувашии. Чебоксарский район Шерчекосы. Контейнерных площадок здесь семь. По меркам деревни это очень хорошо. Строили по программе инициативного бюджетирования. Десятую часть стоимости оплатили сами жители. Так что проблема, куда складировать мусор, который должен вывозить региональный оператор, здесь решена. Однако вопросы у населения остались. Теперь вопрос. А как сбор платежей? Люди не возмущаются? Платят? Ну, как? Возмущаются. Люди всегда возмущаются. Когда они расплачиваются, 1% берут за плату. Через Сбербанк. Комиссии берут. Как бы вот это беспроцентно сделать? Вот обращаются. Платить без комиссии можно в представительствах регионального оператора. Пока не рассматривали, конечно, представительство в Чебоксарском районе, потому что, в принципе, горы Чебоксары находятся недалеко. Для тех, кто не хочет ехать в столицу или платить банку проценты, есть еще вариант. Оплачивать вывоз мусора через личный кабинет на сайте регионального оператора. Вторую по популярности жалобу селян озвучили в деревне Отлашево. Мусора они производят значительно меньше, чем заложено в нормативе. Значит, и конечная цена услуги должна быть меньше. Для жителей деревни это дороговато. Большинство народ сжигает, еще на корм скот уйдет. А вот деревня с городом надо будет где-то маленькая скидка. Министр строительства Алексей Грищенко отметил, чтобы отрегулировать этот нюанс, сейчас идут замеры количества отходов, которые по факту производят население в городах и селах. Осталось получить цифры в зимнее время, и тогда норматив, вероятно, пересмотрят. В целом, депутаты убедились в наличии контейнерных площадок и их состоянии. Правда, предстоит увеличить их количество, а еще привести к определенному стандарту. Должно быть ограждение, подъезды и, желательно, крыша. В дождливую погоду вода не попадает, снег не заполняет контейнеры. Ну, конечно, снег не будет, влага не будет, и вес будет совершенно. Кстати, контейнеры двух цветов, синий и зеленый, установлены с расчетом на дальнейший переход на раздельный сбор. Но это уже другая история. В Петербурге сейчас воссоздают храм Рождества Христова на песках. Его построили в 18 веке по проекту архитектора Петра Егорова, который родился в Чувашии. В 30-е годы прошлого века храм, как и многие другие, взорвали. Пока по сохранившимся документам строители возводят здание заново, режиссера с северной столицы Анна Драницына снимает фильм про нашего выдающегося земляка. Часть картины снимали в нашей республике. 1787 год. В Петербурге заканчивается строительство храма Рождества Христова на песках по проекту Петра Егорова. Он же спроектировал мраморный дворец на Неве и множество других знаменитых зданий. Принимал участие в создании ограда летнего сада. А еще он наш земляк. Правда, напоминает об этом лишь скромный бюст в сквере у Чуваш-граждан проекта в Чебоксарах, на который, как показал опрос, горожане особого внимания не обращают. Прослов застали. Не помните. Какой бюст, да? Нет. Архитектора. Архитектора. Не помните, чем знаменитый? Да. Он учился в Санкт-Петербургском университете на градостроительстве. Да. Кто это? Архитектор. Архитектор. Кто? Кто? Который что? Рассказать, кто такой Петр Егоров, должен фильм. Сейчас его снимает творческая группа режиссера Анны Драницыной. Картина будет художественно-документальной. В Ядринском районе команда снимала биографический эпизод. Голод в Поволжье. По Ядринскому уезду проезжает состоятельный князь Додиане и замечает голодного мальчика. Мальчик, умирающий, да, из умирающей деревни, оказался на дороге. И именно в этот час, в эту там секунду, да, так сошли звезды, что проезжал князь Додиане, который еще его подобрал и взял в Петербург. Дал ему шикарное образование, вырастил. Представляете, сколько должно было вообще с течения обстоятельств произойти. И он стал известным архитектором. В 30-е годы прошлого века храм Рождества Христова на песках взорвали. Долгое время на том месте был пустырь. А сейчас по сохранившимся планам и фотографиям его воссоздают. Работу планируют закончить в начале следующего года. 4 января будет освящен храм целиком, а 7-го – первая рождественская литургия. Премьера фильма о Петре Егорове тоже намечена на следующий год. Ну а пока депутаты Государственного совета предложили ряд идей, чтобы о знаменитом земляке помнили на родине. Сегодня у нас на встрече с творческой съемочной группой прозвучали такие предложения, как отремонтировать сквер имени Петра Егорова, назвать, возможно, одну из новых улиц в городе Чебоксары. Еще одно предложение посвятить 2021 год в Чувашии, архитектуре и знаменитом зодчем. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. В деревне Новая Исакова, Урмарского района, после реконструкции открылся памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Несколько лет люди собирали сведения о погибших на фронте земляках. Теперь имена героев увековечены на мемориале. Рифат Фаткулин с подробностями. 98 мужчин ушли из Нового Исакова на войну. 70 из них не вернулись домой. Не было семьи, куда бы ни пришла похоронка. От знакомых на обелиске фамилии бросают в дрожь, признаются сельчане. Хотя прошло уже много лет. У моего отца Егора Василия Егоровича, 1907 года рождения, было четыре брата. Это Егоров Герман Егорович, 1916 года рождения. Он тоже ушел на войну и пал смертью храбрых в декабре 1941 года. Был младшим лейтенантом. Он защитил своей грудью своего командира. Такие памятники, конечно, они нужны, нужно открывать их. Этим мы, конечно, даем дань памяти жителям этой деревни, которые воевали и защищали нашу страну, чтобы мы жили мирно и счастливо. В построенной в 80-х годах памятник давно нуждался в реконструкции. Нынешнее восстановление стало возможным благодаря победе в конкурсе общественно значимых проектов от партии «Единая Россия». Сумма гранта – 160 тысяч рублей. На фронт ушли 98 по данным памяти, изданного 2007 года. Но я думаю, там не все данные неполные. У нас в преддверии 75-летия еще у нас такая большая задача стоит, чтобы мы всех наших солдат нашли. Так что военные страницы летописи деревни окончательно еще не закрыта. Она пополнится новыми именами. Рифат Фадкулин, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Третий год подряд Чувашская Республика участвует во Всероссийском фестивале «Вместе Ерче». По традиции, единые дни энергосбережения пройдут в сентябре в библиотеках Республики. Экологические лекции, уроки энергосбережения, встречи со специалистами. Мероприятия, проводимые в рамках фестиваля, направлены на популяризацию рационального использования электроэнергии и бережного отношения к электроприборам. Мы на своих мероприятиях с детьми и со взрослыми говорим о том, какими способами можно сберечь энергию. Для детей это яркие игровые мероприятия, для взрослых это познавательные мероприятия. Два года подряд мы проводили энергетический диктант, который собирал тысячи жителей не только нашего города, не только нашей республики, но и всей нашей страны. В этом году гостями библиотеки имени Юрия Гагарина в городе Новочебоксарске стали ученики 6-го класса гимназии номер 6. Энергопатруль во главе с детективом «Лампочкой» и помощником «Кнопой» в игровой форме рассказали ребятам о том, как и за счет чего можно экономить энергию, к чему ведет ее чрезмерное потребление. Ну как же так? Ведь эти приборы давно были завяжены и все равно оставались включенными в сеть. Запомните правило номер один. Приборы от сети необходимо отключать, чтобы больше энергии сберегать. Интересные задания помогли школьникам понять, как все это применять в жизни. На сегодняшнее мероприятие я усвоила разные уроки по энергосбережению, что нельзя оставлять разные приборы включенными в розетки, надо экономить энергию, ставить энергосберегающие лампы. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика. Еще зеленее и чище в Чебоксарах началась традиционная экологическая акция. В городе создадут 15 новых и реконструируют 6 существующих зеленых зон. Профессиональная организация, которая выиграла аукцион, высадит 300 деревьев, 1500 кустарников и установит защитное ограждение. Помимо этого, в субботу, 21 сентября, чебоксары поддержат всероссийскую акцию «Зеленая Россия». В ходе мероприятий планируется провести работы по ликвидации захламленных участков в объеме 2600 кубических метров, а также провести работы по посадке зеленых сажений. Акции пройдут у нас на трех площадках города. Это первая площадка «Баумский лес», «Кадетский сквер», «Роща Гузовского» и «Родник Хеверский». Все участники экологической акции будут обеспечены мешками, перчатками. Собранный мусор будет выезден на объект размещения отходов специализированной организацией. Таким стал этот четверг. Далее полезная информация. А я на сегодня прощаюсь. Молочная продукция, мясо, колбасы, премиум сегмента, а также продукты для вегетарианцев и здорового питания. Это сучук, говядина. Это козлык, ганина. В Чебоксарах открылся магазин вкусной и полезной еды «Вкусвилл». Мне понравилось все. Я в этом магазине уже не первый раз, потому что я бываю периодически в Москве и постоянно хожу в этот магазин. Мне очень нравится. Здесь еда очень, скажем, натуральная, вкусная, полезная. Вся продукция магазина проходит три степени контроля качества. Сначала на самом производстве, потом технологи сети магазинов «Вкусвилл» и в распределительном центре. Главная наша цель – это обеспечить покупателей здоровыми продуктами для здорового питания всех категорий. В наших продуктах не содержится гормонов роста, консервантов, красителей, пальмового масла. «Вкусвилл» сотрудничает с отечественными небольшими производствами. Отсюда отменное качество и доступные цены. Видела, думаю, как хорошо, что о здоровом питании люди забеспокоились и вообще магазин даже открыли. Я взяла ассорти рыбы, копченые, холодного копчения. Взяла селедку, взяла скумбрию, мед натуральный, липовый. Без обмана же магазин здорового питания. Блюда и десерты из молока с полезными добавками, сыры разных сортов, рыба и морепродукты. Здесь есть все необходимое для самого требовательного покупателя. Магазин «Вкусвилл» находится в центре города Чебоксары, на проспекте Ленина, 21. Пушистая, легкая, переливается на свету, словно снежинка. Такая шубка порадует любую хозяйку и будет греть не только тело, но и душу. Выставка продажа российского меха «Зимняя сказка» раскрыла свои двери для чебоксарцев и гостей столицы. Специально для жительниц Чебоксар мы привезли огромный ассортимент верхней одежды. У нас есть все – шубы, пальто, дубленки, эко-кожа, пуховики и различные меховые аксессуары. Скидка на норковые шубы до 50%. Норка, мутон, песец, енот, кролик, рекс и не только. Меховая выставка «Зимняя сказка» предлагает первоклассные изделия. Строгая классика, удлиненные модели, невероятно нежные оттенки пудры, беж и серебро. А может быть, подчеркнуть вашу яркую индивидуальность таким же неповторимым полушубкам. Все это великолепие ждет вас. Для удобства покупателей действует рассрочка платежа и кредит. Цены и цветы красивые, но ассортимент хороший, красивый. Большой ассортимент головных уборов, меховых жилетов, аксессуаров и пуховиков с большими скидками никого не оставят равнодушными. Мутоновые шубы «Кролик Рекс» 7 тысяч рублей, куртки и сакокожие от 2,5 тысяч рублей, наряды на любой вкус и кошелек. Размерный ряд от 38 до 64. Вот шубу купила, шапку подобрала и фасон понравился. То, что мне хотелось. Выставка продажа российского меха «Зимняя сказка» гостит в Чебоксарах только до 22 сентября во Дворце культуры «Салют». Подарите себе «Зимнюю сказку». Не упустите возможность выгодно и красиво утеплиться.